Так, для начала, да, я Александр Жебрак, я не исполнительный, не генеральный, я технический. И сразу про название доклада у нас в программке написано, что это про лекарства. В общем, про лекарства будет минут 5-10, в основном я буду в целом говорить про генеративные модели, про то, что это такое и так далее. То есть биологии будет довольно мало. Вот тех, кого это испугало, если что, не пугайтесь. План у нас сегодня такой. Вначале будет небольшое введение, я, в принципе, расскажу про себя, про нас, про то, чем мы занимаемся в Инсилико, чтобы вы примерно понимали, с какой перспективой мы смотрим на то, о чем буду рассказывать. Потом обсудим какие-то основные базовые модели, а именно генеративные, посмотрим на то, как они работают, обсудим архитектуры, посмотрим на то, в принципе, как можно глядеть на мир вокруг, смотреть на данные, которые вокруг нас. Ну и разберем какой-то набор статей, посмотрим, как можно генерировать котиков в спальне и так далее, например, картинок. Ну и закончим все, такое, немного введение в биологию и применением всей этой истории как раз для создания новых лекарств. Собственно, как вы все, наверное, знаете, потому что здесь машинное обучение активно применяется в огромном количестве областей, и там последние 5, 6, 10 лет практически все области были затронуты машинным обучением, так или иначе, и в том числе глубоким обучением, то есть техниками с нейросетями. И что интересно, что эти технологии применяются не только в таких ключевых основных областях, вроде как, не знаю, в Яндексе, допустим, для поиска, для рекомендаций в каком-то Амазоне. Про все про это мы все с вами слышали. Есть также интересные области, которые лежат немного рядом, например, там наука, биология, биоинформатика. И везде здесь тоже можно применять эти методы. И чем они крутые, чем они хороши, эти области, что, во-первых, они тоже активно развиваются. Например, все, наверное, слышали про какие-нибудь криспы, про редактирование генома и так далее. Ну, наука развивается там тоже, то есть она не стоит на месте. И, во-вторых, так как техники и там, и там новые, и, в принципе, все это новое, если мы применяем какие-то алгоритмы, какие-то модели, очень часто мы бываем, на самом деле, первыми. И мы можем брать какие-то современные архитектуры, современные подходы, и на стыке двух каких-то новых областей, двух каких-то областей, в которых редко применяется, например, машина обучения, мы можем делать state-of-the-art методы. Например, конкретно генеративными моделями для драг-дизайна, для драг-дискавери, для разработки новых лекарств занимается в мире порядка, наверное, 5-7 команд. Есть возможность применять какие-то новые технологии и быть первыми, делать реально полезные истории. Собственно, коротко про то, откуда мы на все это смотрим. Я, как уже говорил, я технический директор, то есть я руковожу R&D нашей командой. В Инстеллико я год до того, 5 лет работал в Mail.ru, занимался разработкой, то есть пришел, как и многие из вас из индустрии. У нас довольно много проектов, как вот те, кто услышали про Инстеллико, они знают, что у нас много проектов. Ключевые несколько. Во-первых, мы действительно применяем машинное обучение для анализа биомедицинских данных и для разработки новых лекарств. То есть, грубо говоря, к нам приходит фармкомпания и говорит, вот у нас есть какое-то заболевание, пожалуйста, нам разработайте для этого заболевания молекулу. Мы там ее разрабатываем, отсылаем на валидацию, проходим там несколько других циклов и в идеале отправляем в фармкомпанию. История вкратце такая. Зачем все это нужно делать? Собственно, разработка одной молекулы, одного лекарства, занимает в среднем порядка 10-15 лет, стоит несколько миллиардов долларов. Это не преувеличение. Реально молекулы, лекарство на рынке может стоить в итоге несколько миллиардов. Если мы можем с помощью техник машинного обучения этот процесс ускорить, упростить и улучшить, сделать его более качественным, мы сэкономим огромное количество денег и потенциально большое количество жизней. Это круто. Собственно, я сейчас буду рассказывать про то, как генерить картинки. Можете держать в уме, что на самом деле мы можем генерить не только картинки, но и более сложные, более интересные объекты, которые действительно можно применять уже в реальном мире. Насчет сложности и, в принципе, бэкграунда. Я послушал тоже доклады, посмотрел примерно на аудиторию, на уровень докладов в плане именно подхода к высокоуровню или низкоуровню. У меня будет такой средненачальный уровень. То есть я предполагаю, что вы примерно представляете себе, как работает нейронная сеть, что это такое, что вас не пугают слова типа распределения. Но у меня не будет сложных математических выкладок, будет какая-то интуиция, пример архитектур. В общем, будет довольно доступно. Я надеюсь, интересно всем, кто так или иначе знает или даже не знает ничего про это. Собственно, про нейронные сети, опять же, уже 10 раз все это рассказывали. Нейронные сети применяются очень много где. То есть ключевые какие-то задачи, это вроде автономных машин, распознавание картинок, речи и так далее. Но есть, опять же, области такие более специальные, вроде drug discovery. Там тоже все это можно применять. Про нейронные сети я подробно рассказывать не буду. Уже рассказываю. Еще один слайд, который есть, наверное, в 50% всех докладов сегодня, это обучение с учителем и без учителя. Что здесь есть интересно? В Supervice, все знаете, у нас есть размеченная какая-то выборка. Мы обучаемся на ней, делаем предсказания о новых объектах. А в Unsupervice у нас выборка не размечена. Про Unsupervice на конференции говорили меньше, что логично, потому что Unsupervice задач в принципе в мире меньше. Собственно, модели, о которых мы будем сегодня говорить, они в большинстве своем именно Unsupervice. Чем вообще интересна именно Unsupervice область и Unsupervice задачи машинного обучения? Во-первых, там банально больше данных, так как у нас данных в мире больше именно не размечено. У нас есть много, допустим, картинок в интернете и про них ничего не известно. Ну, там просто есть какое-то изображение, возможно, есть какая-то дата, но разметки никакой нет. В принципе, Unsupervice модели могут использовать эти данные и обучаться уже на них без какой-то разметки. Собственно, классические задачи обучения без учителя – это задачи, допустим, кластеризации, которая всегда рассказывается во всех курсах про то, что у нас есть какие-то группы в нашем пространстве, мы хотим их как-то организовать, найти какие-то кластеры похожих объектов. Задача поиска аномалий, о которой тоже сегодня довольно много говорили. Задача понижения размерности. Мы немного это тоже затронем. Когда у нас есть какое-то пространство, мы хотим выделить определенную группу, допустим, признаков, которые нам наиболее интересны, чтобы у нас данные стали меньшей размерностью, меньше места занимали или в них осталось только самое ценное, не шумное. Еще немного поговорим про representation learning, как раз в контексте понижения размерности и того, как мы можем наши данные представлять, чтобы с ними потом работать и выделять в ней какую-то структуру. Ну и основная тема – это density estimation. То есть когда у нас есть какой-то набор данных неразмеченный, что мы, в принципе, можем с ним делать? Мы можем анализировать там какие-то зависимости, можем находить там какие-то кластеры, группы объектов и так далее. Можем пытаться моделировать это распределение данных в целом. То есть мы можем пытаться описать эти объекты какими-то функциями, не знаю, какими-то нейросетями и потом уже использовать то, как мы это поняли. Собственно, поподробнее об этом, конечно, поговорим сейчас. Что же такое density estimation? Перевести это на русский, мне кажется, довольно сложно. Можно это назвать как статистическое моделирование распределения или просто моделирование распределения данных. Неважно. Суть такая. Здесь пример, кстати, скриншот из классного туториала Иоанна Гудфеллу. Если кому интересно, интересна, в принципе, эта тема, рекомендую посмотреть его доклады на генеративные модели, по теме генеративных моделей, там много интересного, чтобы можно было поглубже посмотреть. Собственно, данные вокруг нас, несмотря на то, что они кажутся такими цельными настоящими объектами, у нас там есть апельсин, он оранжевый такой, круглый, его можно подержать. На самом деле данные все можно представить как просто какую-то точку в пространстве многомерном. У нас у всех объектов есть признаки, мы все эти признаки можем как-то записать, построить там какую-то многомерную матрицу и так далее. На самом деле все данные – это просто набор точек. Мы можем, причем набор точек не какой-то случайный, а с какой-то зависимостью. То есть там есть какая-то внутренняя природная зависимость в этих апельсинах, они все примерно друг на друга похожи. Мы можем эту зависимость как-то моделировать. Здесь примерно показано, как мы можем моделировать все это какой-то гауссианой в простейшем случае. Если мы идем чуть дальше, мы моделируем уже несколькими гауссианами. Важно понимать, что когда мы говорим о каких-то данных, о каких-то объектах, на самом деле все это тоже распределение, все это просто тоже точки в пространстве. Мы можем пытаться описывать эти данные так, чтобы потом вот это описание использовать как-то в своей работе. Потому что описав эти данные, мы уже их как-то поняли и поняли их структуру. Собственно, еще немного интуиции. Вот на первом этапе много будет махания руками, примерного понимания. Собственно, еще модели делятся на дискриминативные и генеративные. Собственно, 90% моделей, которые сейчас есть в продакшене, которые используются там, где вы слышали, опять же, в поиске, в рекомендациях и везде-везде, это дискриминативные модели. Что делает дискриминативная модель? Самый простой случай, у нас, допустим, есть классификация картинок. Мы пытаемся отделить кошечек от собачек. Мы строим какую-то линию, отделяющую два класса. Мы как бы разделяем, дискриминируем. То есть мы выучиваем какое-то условное распределение, грубо говоря, метки от наших данных. Если мы говорим о генеративных моделях, это модели более сложные и несколько другой шаг. Мы пытаемся не просто понять, какую зависимость построить какую-то черту между нашими данными, мы пытаемся понять, как, в принципе, эти данные были созданы, каким процессом, какое там совместное распределение, допустим, наших лейблов и наших данных. Собственно, выучив то, как наши данные представлены в этом мире, мы можем, опять же, их потом в дальнейшем как-то использовать или, например, создавать новые объекты из этого распределения. Да, ну и генеративные они не только потому, что они, с помощью них часто можно генерировать новые примеры, а просто потому, что они в целом описывают наши данные и то, как мы с ними можем потом работать. Вот. Немного мотивации. Наверное, один из последних слайдов без картинки со спальнями. Это скриншот из доски Ричарда Фейнмана, на котором написано то, что я не могу создать, я не понимаю. Собственно, тут есть две интерпретации этой фразы. Одна правильная и корректная, другая, которая подходит к нашей теме лекции. Правильная и корректная про то, что все идеи, которые мы транслируем миру, которые мы выражаем в виде теорем, нам бы хорошо уметь понимать и воспроизводить их с самого нуля. Ну и вторая про то, что нам подходит, это что для того, чтобы по-настоящему понять то, с чем мы работаем, нам нужно уметь это создавать. То есть было бы здорово нам действительно выучивать это распределение и уметь генерировать новые объекты, чтобы действительно понять, как они устроены. Вот. Я не знаю, кто-нибудь видел эту картинку сегодня? Видели, да? Был бланк какой-нибудь? Отлично. Тогда такой вопрос. Ну, во-первых, чем отличается, в принципе, задача генерации, допустим, изображения, генерации сложных объектов, от обычных задач с нейросетями. Когда мы, допустим, классифицируем спам, даже если мы это делаем сложной какой-то нейронной сетью, у нас на выходе чаще всего там, ну, если мы не берем какую-то уверенность, вероятность, там 0 либо 1. У нас там дискретный какой-то ответ. Если мы генерируем картинку с помощью нейросети, здесь у нас там 1024 на 1024 пикселя, сложный объект, куча всякой информации, и панально делать это сложнее. У нас, допустим, в сверточной сети, если мы что-то классифицируем, на входе действительно сложный объект, но на выходе все равно у нас какой-то класс, то есть простая информация. Если мы хотим что-то генерировать, у нас и на выходе получается сложный объект, сложная информация. Поэтому генерация — это сложно, действительно. Отсюда вопрос. Как вы думаете, сгенерированы эти картинки или эти картинки настоящие каких-то людей? Давайте… Кто считает, что это настоящие картинки? А что не похоже? Странные люди? Так, окей. А кто считает, что это сгенерировано? Так, ну на самом деле я заметил только, наверное, с третьего раза, как я задавал этот вопрос аудитории, кто-то заметил, что здесь у людей у всех разные глаза. Они чуть-чуть, но отличаются. Не, ну это нормально. Не, ну люди должны различаться, в принципе. А вот то, что глаза… Да, пополам, наверное, да. То есть глаза действительно — это такая фича, которая сгенерируется, видимо, достаточно сложно симметрично. Ну и на самом деле, да, это несмотря на то, что это одна из state-of-the-art моделей по генерации изображений, это действительно статья, это действительно изображения синтезированы. Но на самом деле, если мы посмотрим на то, что, а мы посмотрим на то, что генерили там еще 2-3 года назад, это просто огромный шаг вперед. И, ну, скорее всего, там через пару лет такие изображения уже можно генерировать и будет вообще без проблем. То есть на этой модели мы тоже чуть-чуть, но разберем. Да, еще немного классификаций. Собственно, мы поговорим сегодня о нескольких подходах, о подходах к генеративным моделям. Есть, конечно, их большее количество. Мы разберем авторегрессионные модели, что-то немного связано с тем, что сейчас было про временные ряды, но нет. В общем, авторегрессионные модели позволяют моделировать явно вероятность, вероятностную нашу модель, то есть факторизовать нашу вероятность изображения, какое-то произведение условных вероятностей. И вариационные модели, которые позволяют тоже явно записывать нашу вероятностную модель, но делают это примерно, то есть аппоксимируют. Ну и неявно мы можем моделировать наше распределение с помощью каких-то нейронных сетей, например, с помощью генеративных adversarial сетей, про которые вы, наверное, слышали, про ганы. Про них тоже, конечно, поговорим сегодня. Начнем с авторегрессионных. И здесь, на самом деле, наверное, один из двух слайдов с какой-то формулой. Но все довольно просто. Собственно, в чем идея нашей сети? Во-первых, сеть наша работает с картинками. Мы хотели бы моделировать распределение пикселей на наших картинках. Как это делать проще всего? Например, мы можем взять пиксель в какой-то точке и сказать, что он зависит от всех пикселей, которые были перед этим. В принципе, если подумать, наверное, действительно какая-то такая зависимость есть. Если мы возьмем пиксель, то, скорее всего, он чуть-чуть зависит от пикселя, который был перед ним, то есть слева от него. Ну и так далее. И почему бы нам не построить вот эту вот нашу полную вероятность в качестве фотографии таких условных произведений? Поэтому у нас каждый пиксель в следующий зависит от предыдущих. И так мы можем выучивать нашу модель, выучивать вот такую вот полную вероятность для того, чтобы потом ее использовать. Собственно, первый пиксель у нас как-то, допустим, будет сэмплироваться, а остальные будут от него зависеть. Что интересно, мы можем про сверточные сети сегодня рассказывали на секции диплелинга. Да? Нет? А, ее еще не было. Плохо. В общем, мы можем это все дело выучивать с помощью операции свертки, то есть, по сути, с помощью умножения на такую вот матрицу. Таким образом, мы можем учитывать только предыдущие пиксели. Ну и что здесь еще интересно, мы можем обуславливаться не только на пиксели, которые были до этого, но еще на какое-то условие, добавлять какую-то общую информацию или локальную информацию. То есть, мы можем делать условную генерацию. Пример такого обуславливания. Мы можем взять какую-то исходную картинку, как-то ее заимбедить в какое-то внутреннее представление и подать в качестве условия нашему генератору. Ну, здесь разница довольно очевидна с тем, что я показывал, наверное, в первый раз. Но, в принципе, понятно, что это тоже люди и тоже генерация. Вот. В принципе, авторегрессионные модели используются достаточно часто. Сейчас еще один пример разберем и потом поговорим, почему они не совсем часто используются. Вот. Про WaveNet, я думаю, тоже, наверное, слышали. Статья была пару лет назад и есть еще более новые версии. Здесь мы уже решаем задачу генерации звука, генерации речи по тексту. У нас есть какой-то вход, какой-то набор слов, и мы хотим синтезировать звук. Собственно, здесь мы делаем точно так же. Мы обучаем нашу сеть обуславливаться на предыдущие какие-то шаги, на предыдущие слова. То есть у нас здесь последовательность идет слева направо. У нас здесь идет наша последовательность данных. Мы обуславливаемся с каким-то шагом. То есть основная идея здесь в том, что мы обуславливаемся не на все, допустим, пиксели, не на все признаки, не на все шаги, которые у нас были до этого, а только с каким-то шагом. А делается это для того, чтобы не делать больше зависимости. И все равно у нас сохраняется какая-то информация, но обучается все это намного легче. Таким образом можно синтезировать речь. И если послушаете последние модели, они уже очень слабо отличимы от настоящего человека. И там на тестах достаточно хорошее качество на человеческом. Почему же это не круто? Во-первых, у нас обучение может происходить параллельно, потому что у нас картинки все есть. И мы понимаем, какие у нас пиксели где стоят, мы можем это распараллелить. Часть пикселей обучать с одной стороны, грубо говоря, часть с другой стороны нашего сервера. Если мы делаем inference, нам нужно брать первый пиксель, делать второй пиксель, сцемплировать следующий пиксель и так далее. То есть мы для того, чтобы сгенерировать, допустим, картинку, должны идти попиксельно. Это долго, это не параллелится. Во-вторых, нам нужно почему-то выбирать порядок обуславливания. И совершенно для меня, например, не очевидно, почему нам нужно именно слева верхнего угла. Если посмотреть тоже на статьи по генерации именно попиксельно, там есть сумасшедшие какие-то техники, люди с трех точек начинают с четырех точек, какие-то там ветви строят и так далее. Все это очень странно и как будто бы ненатурально, то есть какой-то artificial подход. Во-вторых, когда мы генерируем так попиксельно и обуславливаемся, очень часто у нас пропадает какая-то глобальная структурное изображение, потому что это явно модель не зашита. Если мы не делаем каких-то хаков по тому, как мы там обуславливаемся на разные области изображения, явно у нас в модели этого нет. Но у нас нет, несмотря на то, что у нас есть явная функция вероятности какая-то, которую мы моделируем с помощью условных всяких вероятностей на пикселе, у нас нет какого-то внутреннего представления, которое мы можем дополнительно использовать. Что есть в следующих моделях, о которых мы как раз сейчас поговорим. Про автоэнкодеры, я думаю, тоже тогда не рассказывали, раз вам не рассказывали про сверточные сети. Сейчас мы разберем там несколько очень таких часто встречающихся моделей, которые встречаются не только при генерации, а в принципе много где. Что такое автоэнкодер? Кто знает, что такое автоэнкодер? Отлично, тогда точно расскажу. Автоэнкодер — это просто нейронная сеть на самом деле, просто обычный feedforward нейронная сеть. Что в ней интересно? У нее есть вход. На входе можно представлять, что там, не знаю, какая-то картинка. Вход и нейронная сеть — это последовательность каких-то просто нелинейных операций. Грубо говоря, у нас там нейроны, изучают какие-то чиселки и так далее, и так далее течет информация. Собственно, автоэнкодеры, они берут вход и сжимают его. То есть у нас количество слоев на внутреннем, количество нейронов на внутреннем слое, оно меньше, чем на входе. Таким образом, у нас размерность наших данных понижается. Так выглядит энкодер, часть автоэнкодера, который называется энкодер. Есть декодер, который эти данные разжимает. Причем разжимает не просто куда-то, а разжимает и пытается делать это так, чтобы разжать именно те данные, которые у нас были в начале. Таким образом, мы энкодим, то есть сжимаем наши данные в какое-то внутреннее представление, а потом разжимаем их. То есть как, не знаю, как zip-архив какой-то пытаемся делать. То есть у нас лосс-функция наша как раз про то, чтобы восстановить это без потерь. Зачем это нужно делать? Во-первых, мы сжимаем наши данные. Таким образом, мы получаем какое-то латентное представление, которое меньше размерности. У нас банально наши данные меньше места стали занимать. Это иногда полезно. Во-вторых, так как мы пытаемся восстановить наши данные без потерь, то в этом самом латентном слое у нас содержится та самая важная информация, которая необходима для того, чтобы описать все эти данные. Если мы восстановили без потерь, значит, у нас там есть все, что нужно. То есть мы выделили ценную информацию. И потом можем уже дальше с ней работать, подавать на вход куда-то каким-то дальше алгоритмом. Или просто оказывается, что с этой латентной информацией очень удобно работать, строить там какие-то зависимости, находить там какие-то структуры. Тоже об этом поговорим. Собственно, автоэнкодеры и вот эта идея с тем, что мы строим какой-то внутренний имбединг, какое-то латентное пространство, это очень частая мысль, очень частая идея, которая встречается в половине, наверное, существующих моделей. Следующий шаг в сторону уже каких-то вероятностных моделей – это попытка сделать эту архитектуру вероятностной. То есть мы не только сжимаем наши данные и пытаемся их разжать, мы еще пытаемся сделать наше латентное представление каким-то гладким, соответствующим какому-то распределению. То есть, например, мы можем сказать, что мы хотим не только восстанавливать наши данные, но еще и делать так, чтобы внутреннее представление представляло собой нормальное распределение. Зачем это нужно делать? Например, для того, чтобы оттуда сэмплировать. То есть мы можем взять какую-то точку, допустим, в латентном пространстве и просэмплировать из нее разные объекты. Соответственно, декодер, когда мы будем восстанавливать оттуда эти точки, будет восстанавливать какие-то новые объекты. Это как раз вариационная модель. То есть мы здесь строим нижнюю оценку. У нас есть здесь функции, которые задают вероятность. То есть у нас есть латентный код, он обычно Z там называется. И вот энкодер представляет собой такое распределение Z плюс лов X, то, что X у нас в этот вход. Ну и потом мы обратно это разворачиваем. Что здесь интересно? На самом деле, когда мы строим какое-то внутри гладкое представление, это тоже часто достаточно идея, когда мы пытаемся вот этот manifold, так называемый, данных, как-то сформировать так, чтобы мы могли по нему как-то ходить. Оказывается, что внутри, в этом латентном пространстве, выучиваются разные интересные вещи. Мы можем на них как-то смотреть. Например, мы можем менять какую-то компоненту нашего латентного вектора, и оказывается, что у нас какие-то показатели в нашей картинке меняются. Например, мы меняем какую-то одну цифру в нашем латентном слое, и у нас там меняется и наклон циферки. Следующая идея про ганы. Наверное, это одна из самых громких идей за последние несколько лет. Опубликована была всего в 2014 году, но уже сейчас огромное количество статей и куча research на эту тему, потому что идея действительно интересная и на самом деле простая. Собственно, в чем идея? У нас есть две нейронных сети, и они соревнуются друг с другом. Можно это себе по-разному представлять. Все делают разные аналогии. Мне нравится аналогия с фальшивым монетчиком. У нас есть фальшивый монетчик, который в данной ситуации генератор. Фальшивый монетчик начинающий ничего не умеет, и пытается он, значит, обмануть систему правопорядка полицейских и пытается создавать, генерировать новые фальшивые монеты. Начинает он с каких-то слабых монет, которые полицейский, который в данном случае дискриминатор. Полицейский сидит и, конечно, сразу видит, что это фальшивые монеты. Собственно, перед полицейским кладут, например, монеты настоящие и фальшивые. Но он сразу отличает фальшивую и говорит, что не будем ее использовать. И так далее. Выкидывает ее. Что делает наш фальшивый монетчик? Он смотрит на то, как полицейский это оценивает, откуда-то там из бинокля или потому, как там меняется обращение его монет. И пытается делать монеты все лучше и лучше. Таким образом, можно представить себе, что через 10-15 лет наш фальшивый монетчик научится делать идеальные монеты. Но не только это. Оказывается, что наш полицейский тоже, смотря на то, как эволюционирует монеты фальшивого монетчика, тоже постепенно учится отличать различные новые хаки, различные новые признаки и все лучше и лучше выучивает то, как можно отличать эти монеты. Собственно, идея такая. У нас есть генератор, он генерирует фальшивые примеры. У нас есть дискриминатор, он пытается эти фальшивые примеры отличить от реальных. Все достаточно просто. Наши сети обучаются по очереди. И таким образом, наш генератор выучивает то, как генерить монеты. дискриминатор то, как эти монеты, например, отличать. На фото генератору мы можем подавать какой-то шум, можем подавать что-то более осмысленное. В данном случае это неважно. Генератор просто производит сэмпл, и этот сэмпл потом дискриминатор пытается отличить от настоящего. В такой идее у нас получается есть какое-то простое довольно пространство, то есть шумовое, там, не знаю, может быть вектор какой-то там из 100 чиселок, и мы из этого пространства можем уже генерировать какие-то более сложные примеры. То есть мы берем сложное пространство и маппим его как бы, отображаем на какое-то простое шумовое, в данном случае, пространство. Однако, конечно, это тоже не серебряная пуля. Если бы у нас просто так все это запускалось, мы бы уже давно нагенерили каких-то вторых людей, клонов и всего прочего. На самом деле все это не работает. Во-первых, ганы очень нестабильны. То есть дело так, чтобы у нас все сошлось, и мы действительно генерили что-то осмысленное, достаточно сложно. То есть нам нужно четко как-то подбирать политику, по которой мы чередуем это обучение. У нас там постоянно что-то расходится, дискриминатор начинает все отличать или ничего не отличать и так далее. Во-вторых, одна из основных проблем при генерации новых каких-то примеров, новых картинок, например, с помощью ганов, это то, что у нас все слопывается в какую-то одну моду. Мы генерируем изображение, и потом оказывается, что у нас 90 изображений одного и того же кота. Потому что у нас нет никакой регуляризации, никак не зашито в лосе, что мы хотим разные почему-то генерировать. Поэтому почему бы не генерировать одно и то же? Оно будет похоже на правду, но оно будет одно. Нам бы хотелось иметь какой-то diversity. Но имеется большое количество разных хаков, есть классные репозитории, кто занимается ресерчем, можете посмотреть, там есть разные подходы по тому, как мы можем все это дело регуляризовать. Еще немного базовых архитектур, и будем смотреть на картинки. Следующая идея тоже про автоэнкодер. И здесь у нас вместо того, чтобы задавать в лос-функцию то, что мы хотим делать наш латентный слой нормальным, например. То есть в речном автоэнкодере мы пытаемся, мы добавляем в наш лос не только реконструкцию, но еще и какую-то дивергенцию с нормальным распределением латентного слоя, чтобы наша модель пыталась выучивать какое-то нормальное распределение. Мы это делаем здесь в adversarial стиле. То есть мы пытаемся решать задачу с помощью дискриминатора. Дискриминатор у нас тоже, как и на всех практически примерах adversarial, получает два примера. Из латентного слоя и из парай-распределения. То есть из нормального распределения, например. И он пытается их отличать. Если мы имбедим ненормальное распределение, дискриминатор это легко отличает. Таким образом, в adversarial стиле наш автоэнкодер пытается делать так, чтобы в латентном слое у нас было нормальное распределение. Дискриминатор, соответственно, также учится и пытается все это дело отличать. Здесь, в принципе, самое интересное, самая мощная идея в том, что, в принципе, очень часто в задачах мы можем явно не задавать какую-то лос-функцию, явно не сдавать в наших параметрах то, что мы хотим оптимизировать, а можем оптимизировать это с помощью какой-то нейронной сети, которая делает это за вас. В данном случае у нас нет лос-функции, в принципе, ничего про нормальное распределение. Мы говорим, сделай, пожалуйста, так, чтобы дискриминатор путал нормальное распределение и распределение на внутреннем слое. Если он путает, значит, скорее всего, оно там нормальное. Ну и здесь тоже, так как у нас получается нормальное распределение на латенном слое, мы можем оттуда сэмплировать какие-то примеры. Вот, все. Теперь картинки. Собственно, статья оригинальная про ганы была опубликована в 2014 году, в конце 2014 года. И уже в 2015 году, конечно, начали генерить котов. Собственно, первая архитектура, которая занималась тем, что генерируют картинки, и одна из основных архитектур, это DC-GUN. А здесь ничего, собственно, сложного нет, ничего про это рассказывать не буду. У нас есть вектор шумовой Z, и мы просто это дело разворачиваем в какое-то изображение, в какую-то картинку. Вот, собственно, все. Что у нас получается? У нас получается спальня, потому что это один из самых известных датасетов. Если кто-то там смотрел всякие TensorFlow-туториалы или принципы-туториалы по сверченным сетям, там обычно у нас, значит, манисты классифицируются. Если вы занимаетесь ганами, вы обязаны генерировать спальни. В общем, спальня здесь действительно похожа на правду, но не до конца. То есть, я думаю, видно тем, кто сидит достаточно близко, что я бы не хотел там спать. Что интересного? Что получается? Если кто-то слышал про модели Word2Vec, где у нас выучивается какой-то имбейдинг на словах, то оказывается, что когда мы смотрим на внутреннее представление, выученное ганом на картинках, оказывается, что у нас тоже появляется какая-то внутренняя арифметика в нашем пространстве. То есть, мы не просто выучим какое-то внутреннее представление, оно еще и осмысленно. Таким образом, если мы возьмем там вектора, например, отвечающие за улыбающую женщину и за не улыбающую женщину, вычтем их, прибавим мужчину, то оказывается, что у нас получается очень странный, но улыбающийся мужчина. То есть, в нашем пространстве действительно сохраняется какая-то информация о том, что себе эти вектора представляют, и там действительно есть какая-то метрика, какое-то внутреннее представление, которое мы можем использовать. На самом деле, да, здесь все это выглядит прикольно. И все действительно в статьях обычно складывают всякие картинки или там, не знаю, королеву с мужчиной, там еще что-то. Но мы можем строить такие же метрики, строить такие же отображения, то же самое выучивать на гораздо более сложных примерах. Например, мы можем выучивать, как какая-то молекула, как какой-то драг, какое-то лекарство влияет на транскрипцию, на генетическую экспрессию у человека. То есть мы, например, можем построить какой-то вектор, который говорит о том, что вот когда мы приняли это лекарство, у нас вот так вот изменилась генэкспрессия, мы можем попытаться в обратную сторону, например, по нему пойти, тоже выучивая какое-то латентное представление. То есть там достаточно мощная получается арифметика, мы можем над ней ее как-то контролировать и над ней работать. Еще несколько интересных важных идей как раз про интерполяцию внутри латентного слоя. Это статья, которая называется InfoGun. Что здесь интересно? У нас здесь генератору на вход подается не только шумовой вектор, но еще и какое-то условие. Причем условие это просто какой-то случайный вектор С. Он просто какой-то есть. И мы хотели бы, чтобы он что-то означал. Мы явно не говорим, что он должен означать, но было бы здорово, чтобы он как-то использовался. Для того, чтобы он использовался, мы пытаемся максимизировать информацию между этим вектором С и тем, что получается в итоге. И оказывается, что если мы обучаем так нашу модель, то есть мы подаем не только шумовый вектор, но еще что-то конкретное, то оказывается, что вот в этом векторе С, а если мы посмотрим на его компоненты, пытаемся их поменять, выучивается тоже дополнительная информация. То есть если мы поменяем какую-то компоненту, например, генерируем лица, мы оказывается можем поменять их поворот лица. Если бы мы генерировали картинки из места, мы можем менять их толщину и наклон. Собственно, что здесь интересного? Мы можем подавать в наши генераторы разные условия. Если наш генератор действительно использует информацию оттуда, можно это по-разному форсить как-то, то мы, меняя эти разные условия, можем как-то влиять на выход нашего генератора. Пикс-то-пикс. Тоже классный пример про domain adaptation. То есть у нас есть достаточно много задач, где нам бы хотелось перевести объект из одного домена в другой домен. То есть, например, у нас есть картинки из Google Maps, мы хотели бы по Google Maps построить карту OpenStripMap. Или наоборот. Или у нас есть картинки, не знаю, обычные, мы хотели бы сделать их в стиле моне. Все про это, наверное, слышали. Это другая статья, совершенно другая техника, но идея та же. Или у нас есть картинки синтезированные из GTA. Мы хотели бы, чтобы мы могли из картинок из GTA, не знаю, дорожного движения, чтобы они были более реальными, чтобы мы на них, например, обучали нашу Tesla. То есть мы переводим картинки из одного домена в другой домен. SnapX2Peak сделает это с помощью Supervised подхода. У нас есть заранее возможность взять один домен, перевести в другой. Например, у нас есть картинка сумки, и, в принципе, понятно, что мы можем выделить оттуда контуры и обучать нашу модель в Supervised стиле. Или можно там цветной сделать, не цветной. Что мы делаем? У нас есть генератор, который берет вот эти вот контуры и пытается сгенерировать сумку. Есть дискриминатор, который принимает на вход сразу контуры и сразу сумку и пытается понять, правильно ли он вообще справился или нет. Оказывается, что генератор таким образом действительно учится переводить из одних доменов в другие. И мы можем, например, потом по каким-то скетчам генерировать реальные изображения. То есть, возможно, кто-то видел из вас с помощью какого-то iGun. Есть модель тоже. Можно нарисовать скетч какого-то ландшафта и получить картинку вулкана. Ну или взять черно-белую картинку и получить цветную картинку. И так далее. На мой взгляд, гораздо более интересный подход, когда мы решаем эту задачу в unsupervised стиле. То есть, для пикс-то-пикс нам нужно явно иметь изображение из одного домена, изображение из другого домена, чтобы иметь четкое отношение и их выучивать. Если бы у нас была возможность просто взять миллион картинок из одного домена и миллион картинок из другого домена без явного соответствия, было бы круто. Вот, например, опять же, мы можем взять картинки из GTA, перевести их в картинки как будто бы реальной жизни и обучать на них нашу машину. И она научилась бы ездить по реальным дорогам. Было бы классно. Ну или взять картинки освещенные и перевести их в темные, чтобы тоже обучаться в разных условиях. Вот. Как эта модель работает? Собственно, статья тоже недавняя, там, 17-го года. А здесь строится предположение, что у нас есть какое-то латентное пространство, вот Z оно здесь обозначается, которое содержит в себе информацию цельную, ну, необходимую и достаточную для того, чтобы оттуда восстановить как один домен, так и другой домен. У нас выучивается энкодер, который переводит из одного домена объект в это внутреннее пространство и генератор, который возвращает, генерирует оттуда изображение в другой домен. Вот. Ну и там тоже есть дискриминаторы, которые помогают сделать так, чтобы это было неотличимо от настоящего домена, который мы как раз переводим. То есть здесь идея в том, что у нас, во-первых, on supervise, у нас нет явной разметки, есть какое-то представление, из которого можно восстановить в разные стороны. Разные домены. Вот. Статья, наверное, которая собрала больше всего хайпа про ганы за последнее, не знаю, все время. Статья, которая генерирует зебр. Вот. Я не знаю, видел из вас кто-нибудь картинки с Путиным на зебре и так далее, и так далее. В общем, идея здесь примерно такая же. У нас тоже есть unsupervised задача, и мы хотим переводить картинки из одного домена в другой домен. Вот. Например, мы можем переводить зебр в лошадей. Вот. В чем здесь смысл? У нас уже нет какого-то внутреннего латентного пространства. У нас есть просто два генератора. Один генератор переводит из лошадей в зебр, а другой генератор переводит из зебр в лошадей. Вот. И мы их так вместе учим. Здесь очень важная деталь, очень важный момент, почему именно модель называется Cycle Gun. Что мы хотели бы, чтобы мы, когда перевели лошадь в зебру, потом эту же зебру перевели обратно в лошадь, она все еще осталась похожей на лошадь. Это достаточно логично. Вот. И оказывается, что если мы добавим в лошадь вот это вот условие, то у нас выучатся действительно интересные вещи. Например, зебр в лошади перевести очень несложно оказалось. Вот. Если посмотреть на видео, то в видео там, в принципе, тоже зебра достаточно похожа на нормальную. Если она не поворачивает голову, все нормально. Вот. Что здесь интересного? А когда мы перевели лошадь в зебру, оказалось, что у нас трава немного поменяла цвет, стала более желтой. Потому что зебры обычно у нас в Африке, в пустынях и так далее. Это логично. Но можно сразу подумать о том, что нужно всегда думать, на каких данных вы обучаетесь, потому что они содержат в себе информацию, нужно всегда учитывать и так далее. Это действительно важно. Вот. Да. Еще несколько интересных идей тоже, которые не совсем связаны с тем, о чем я сейчас говорил. Задача, которая выглядит немного по-другому. Было бы здорово, чтобы мы могли уметь по тексту какому-то генерировать изображение, которое содержит в себе то, что, собственно, определено в тексте. Вот. У нас есть какой-то текст про птичку, мы хотели бы ее сгенерировать. Что здесь интересного? Мы используем здесь уже какое-то мультимодальное пространство. То есть у нас есть текст, есть картинки, и мы их как-то хотим совмещать. Собственно, здесь есть две важных идеи. Во-первых, чтобы использовать текстовое описание, мы его имбедим, то есть превращаем в какое-то внутреннее латентное представление и подаем его как условие для генерации. Вот. То есть у нас здесь берется текст, строится какой-то имбединг и подается как условие нашему генератору. Вот. Вторая идея, которая тоже важна, что мы строим наше изображение в два шага, в два стейджа. На первом этапе мы пытаемся генерировать наше изображение в упрощенном виде, в плохом разрешении, в маленьком размере. То есть там должна отловиться какая-то общая структура. На втором шаге, который тоже принимает к себе имбединг как условие и принимает как условие еще и первый шаг, мы пытаемся строить уже более какую-то четкую структуру, находить какие-то более мелкие детали в изображении и строить изображение более детально. Вот. У нас везде в качестве условия подается текст. И вот на второй стадии мы еще в качестве условия подаем первую стадию, чтобы у нас получилось изображение хорошего качества. Вот. Ну и картинки действительно получаются достаточно хорошие и соответствующие описанию, что интересно. Здесь мы уже используем не просто какой-то шумовой вектор, просто какое-то условие, которым мы вращаем голову, еще что-то. Мы действительно используем текст, используем какую-то другую модельность. Статья, с которой мы начали, где люди были похожи на людей, если не считать глаз, можно считать, что это state of the art. Здесь идея похожая. Мы при обучении последовательно генерируем картинки все больше и больше размера. То есть у нас на первом этапе, когда мы учим нашу сеть, у нас есть слой, который генерирует 6 на 6, 8 на 8, допустим. Потом он, допустим, обучился до какого-то размера. Мы добавляем слой постепенно, который 16 на 16 генерирует и так далее, и так далее. И так постепенно их добавляя, чтобы не резко добавляясь новые слои, мы постепенно можем генерируем все более и более сложные картинки и, наконец, генерируем 1024 на 1024 спальни, которые уже, в принципе, нормальные такие спальни. Вот. Собственно, я думаю, даже по тем 25 минутам, которые я говорю про Ганы и, в принципе, про все про это, понятно, что достаточно много статей, куча всего публикуется. И можно, наверное, сравнить с RL. В RL тоже куча всего в Ринспортинге. Но в Ганнах действительно каждую неделю там выходит по новой архитектуре, какие-то интересные, какие-то нет. Куча разных идей. Например, мы можем использовать Ганы для того, чтобы планировать какие-то действия в искусственных средах, то есть генерировать какие-то новые шаги. Мы можем дополнять наши данные. Вот, как уже говорили на одном из докладов, мы можем, у нас выборка недостаточная, можем нагенерить, синтезировать новые данные. Можем делать какие-то adversarial атаки, то есть пытаться делать так, чтобы наша сеть, ну или чужая сеть ошибалась на каких-то примерах и так далее, и так далее. В общем, куча всего. Есть вот репозиторий Ганзу, и там вот, не знаю, 5 минут можно листать разную архитектуру Ганзу. Вот. А теперь начнется биология. Вот. Собственно, кто из вас помнит вступление, мы не только картинки хотели бы генерировать, мы еще хотели бы генерировать какие-то более сложные объекты и действительно применять это все в жизни. Собственно, коротко, для того, чтобы вы понимали какой-то бэкграунд, как, в принципе, работает у нас лекарство. Лекарство — это какое-то активное вещество, какая-то молекула, которая взаимодействует со своей мишенью или с таргетом. У нас почти всем в организме управляют протеины или белки всеми функциями на микроуровне. И, собственно, когда мы хотим что-то вылечить, мы обычно хотим атаковать какой-то белок. То есть мы хотим, чтобы наша маленькая молекула прилетела к этому белку, залетела туда куда-то в карман, в активный центр, связалась и там осталась. И у нас этот белок выключился и перестал работать, допустим. Ну или там не выполнял какие-то свои функции. Но если эти белки плохие, то все замечательно, мы вылечили человека. Вот. Это если упрощенно. На самом деле все, конечно, гораздо сложнее. Опять этот слайд. И процесс занимает такое большое количество времени не случайно. То есть для того, чтобы понять, что наши лекарства действительно можно выпускать на рынок, для того, чтобы разрабатывать, огромное количество стадий проходится. Вначале там молекула синтезируется, разрабатывается, посылается на валидацию, смотрится, что она действительно связывается взаимодействием с белком. Потом мы смотрим, что она действительно достаточно эффективность показывает. Вот. Мы смотрим то, как мы можем ее оптимизировать, нет ли там ее в патентах и так далее. Смотрится потом, как она взаимодействует с мышами, не убивает ли она мышей, насколько она эффективна, насколько она безопасна, нет ли у нее каких-то сайд-эффектов. Потом подключаются люди и там еще на 10 лет все растягивается, потому что нужно маленькие группы, большие группы, все это дело проверить и так далее. Так как у нас, собственно, те самые белки, с которыми все это дело взаимодействует, они все друг друга пинают, как-то посылают друг другу сигналы, строят какие-то метаболические пути и так далее. Все это не так просто. И для того, чтобы все это дело исследовать, нужно очень много ресурсов. Вот. А у нас, собственно, это наш drug discovery pipeline, как его можно назвать. Мы на самом деле работаем с молекул совершенно с разных сторон. То есть нужно заниматься просто генерацией молекул, можно искать таргеты под эти молекулы, можно смотреть, не знаю, на публикации, на какое-то описание, можно работать непосредственно с самими молекулярными структурами, можно работать с какими-то дескрипторами белка и так далее, и так далее. Мы сейчас поговорим коротко только о молекулах, только о генерации молекул. Да. Еще немного про слайд, который примерно был. Собственно, молекул, которые могли бы подходить нам, в целом 10,8 или 10,9, по разному оценку, скорее всего, 10,8. То есть это молекулы, которые могли бы быть, в принципе, лекарствами, которые могли бы быть активны и в взаимодействии с каким-то белком, который нас интересует. Всего молекул намного больше. То есть у нас есть огромное какое-то пространство, это молекулярное, которое мы хотели бы как-то оптимизировать, понимать и оттуда доставать те самые точки, которые нас интересуют. Те самые точки с важными какими-то молекулярными свойствами, которые мы можем использовать. То есть активность против какого-то группы белков, например. И у нас есть два подхода. Во-первых, мы можем просто взять 1060 или 1080 молекул и поскорить их, просто посмотреть, а вот как они с этим белком взаимодействуют, а вот как с этим и так далее. Понятное дело, почему это не круто, потому что это очень долго и достаточно редко работает. Поэтому было бы здорово, если бы мы могли как-то с помощью наших генеративных моделей брать какие-то фичи, брать какие-то свойства и генерировать для них молекулы. Или брать какую-то молекулу, которая нам интересна, и генерировать молекулу, которая похожа на нее. Это генеративный подход. Чем мы и занимаемся, что и можно делать с помощью генеративных моделей. Собственно, представлений молекул существует несколько ключевых. Самый простой — это фингерпринт. То есть это просто какое-то бинарное описание фич нашей молекулы. То есть, не знаю, сколько у нее углеродов, есть ли у нее какие-то романтические циклы и так далее. Просто какие-то фичи. Ноль либо один. Да, либо нет. Само собой, они не очень хороши, потому что из них не всегда и почти никогда нельзя восстановить четкую молекулу. Но для каких-то простых задач их можно использовать. Представления, которые чаще всего сейчас используются для того, чтобы именно использовать генеративные модели, использовать машинное обучение — это строковые представления, потому что отлично строковые представления заходят для рекуррентных сетей. У нас есть несколько основных строковых представлений. Есть вот SMILES, которые тоже энкодят молекулу, и потом ее можно уже… Мы генерируем грубою расстройку, и потом уже восстанавливаем молекулу и с ней работаем. Более перспективные представления — это графы. С графами, скорее всего, будет связано в ближайшие 5-10 лет, может быть, 5, может быть, 3. В общем, ближайшее будущее генерации новых структур, потому что они содержат в себе уже гораздо больше информации. Там есть информация о каких-то связях более четкая, есть какая-то пространственная даже структура. И мы можем, если работаем с графами, доставать гораздо больше информации. Ну и 3D — это следующий шаг. С 3D работать еще сложнее. Там есть куча всякой физики добавляется, какие-то электронные плотности и все прочее. Пока с 3D особых успехов у людей нет. Собственно, здесь будет буквально 2-3 статьи по молекулам и по drug discovery. Одна из первых статей была в 2015-2016 году от группы из Гарварда. И они одними из первых взяли модели, про которые мы с вами поговорили, то есть autoencoder или variational autoencoder, если быть более точным, и попытались запихнуть туда молекулы, то есть моделировать молекулярное пространство. То есть у нас есть на входе наша молекула в виде строкового представления. Мы берем наш autoencoder и пытаемся сжать нашу молекулу в какое-то латентное представление. То есть у нас получается как раз вот это все молекулярное пространство, 10 в 8 молекул, мы сжимаем вот в наш латентный слой. Что здесь интересно? Во-первых, у нас есть какое-то внутреннее представление. Достаточно интересно. Во-вторых, у них есть дополнительное к тому, что мы сжимаем. Мы хотели бы сделать так, чтобы в нашем латентном представлении сохранялось как можно больше информации о свойствах этой самой молекулы, потому что обычно нам про молекулы как раз важны ее свойства. И они строили дополнительно предиктор свойств молекул и пытались сделать так, чтобы предиктор свойств работал хорошо. То есть мы сжимаем нашу информацию, пытаемся сделать так, чтобы там была информация еще о свойствах. Ну и восстанавливаем, тоже пытаемся без ошибок остановить. Эта штука была вариационной, то есть мы могли сэмплировать новые смайлзы. Особых там успехов не было. То есть там даже восстановление смайлзов было не очень на хорошем уровне. Но идея достаточно сильная. И идею такую базовую используют сейчас практически все. Все цитируют эту статью и так далее. Дополнительно мы можем еще, и так как у нас есть функция предсказания свойств, мы можем потенциально использовать биосовскую оптимизацию и оптимизировать наши молекулы на латентном слое для того, чтобы свойства получались какие-то правильные, какие-то корректные. Но идея здесь самая важная в том, что мы можем строить какое-то внутреннее молекулярное пространство и уже с ним работать, оттуда доставать какие-то фичи, оттуда генерить молекулы и работать не со строками, с какими-то непонятными, а уже с внутренним пространством, в котором, как мы помним, уже можно выучивать определенные зависимости, определенную структуру. Одна из статей нашей группы, которая уже опубликована, мы использовали Adversarial Autoencoder для примерно похожей задачи. Оно дополнительно подавали на вход в сети концентрацию драга, потому что концентрация очень важна, что логично. У нас должна быть разная концентрация, драга достаточно большая, мы можем кого-то лишнего убить и так далее. На латентном слое мы дополнительно выучивали нейрон, который отвечает за то, насколько изменилась опухоль человека. То есть здесь пытались генерировать антикенсер препараты, и этот нейрон потенциально должен был, и обучался, выучивать то, как изменится наша опухоль. Таким образом мы могли сцемплировать отсюда уменьшение, какую-то точку в этом пространстве, то, что мы хотим, допустим, что наша опухоль уменьшилась, получали на выходе лекарства, получали концентрацию этого драга. Оказалось, что если посмотреть на выход, который у нас получается, здесь были фингерпринты, и посмотреть на похожие молекулы в базе. Есть, конечно, базы, огромное количество, с известными молекулами. Оказалось, что если посмотреть похожие, то там из 64, типа 30 уже были известны. Это действительно были антикенсер препараты. Какое-то количество были неизвестны. Часть из них мы продолжаем разрабатывать. Но это был такой прототип-эксперимент. Оказалось, что действительно можно моделировать это пространство, действительно можно оттуда доставать какую-то структуру, и действительно есть какие-то свойства, которые там инкодятся. Как я уже сказал, графы, пожалуй, это следующий шаг. И сейчас есть большое количество статей на эту тему. Многие действительно работают именно с молекулами, именно в таком представлении, потому что получается действительно лучше. Если мы просто берем строчку, есть свои проблемы с этими смайлзами, есть проблемы с циклами, проблемы с тем, что не сохраняется какая-то лишняя информация. Если мы используем графы, кому интересно, можете посмотреть. Это действительно такой state of the art сейчас для работы именно с молекулами. И последняя идея именно про drug discovery, именно про генерацию новых мультиклерных структур. Оказывается, мы можем использовать еще и reinforcement learning здесь. То есть про reinforcement learning вам уже говорили, Сергей рассказывал, идея в чем. У нас есть наш генератор, он генерирует какие-то данные. И, собственно, обычный генератор здесь. Мы генерируем молекулы. На помощь нам приходит reinforcement learning, который пытается… Сколько мне? Пять минут? Уже закончилось? Ну, у меня еще два слайда. Вот. У нас есть reinforcement learning, который пытается… То есть тоже какая-то нейронная сеть, которая пытается форсить разные свойства на нашу молекулу. То есть мы пытаемся пенализировать, то есть штрафовать нашу молекулу за то, что, например, она была какими-то сайд-эффектами, или она, не знаю, токсична, например, или она не растворяется в воде, если нам это не нужно. И мы штрафуем наш генератор за то, что он делает плохо, и вознаграждаем то, что он делает хорошо. Оказалось, что мы можем использовать в обычной тоже полисе такие подходы для того, чтобы генерировать лучшие молекулы и регулировать их с помощью reinforcement learning. Вот. Ну и отдельная тема, про которую я не буду сегодня рассказывать, это условная генерация. К сожалению, я не могу по идее рассказывать про наши современные модели, которые мы используем, но большая часть из них – это именно условная генерация. То есть есть разные подходы, как мы можем подавать дополнительные условия в наши генераторы, в наши ганы, для того, чтобы мы генерировали что-то с условиями. Но на самом деле примерно все. Если у нас есть время на вопросы, я могу поотвечать. Интересно? Да. У вас, во-первых, 9 интересов, помогает. Вопрос интересный? Да. Но вообще у нас команда достаточно распределенная. У нас главной офис в Балтиморе, но большая часть сотрудников находится в Москве и Питере. У нас главный офис в Сколково, там порядка 40 человек. Вот в Питере порядка 10 человек. Второй вопрос. Очень интересно. Сейчас это все на какой статус? Все ждут, что выхода по рынку нет, или что уже сейчас идет там третья стадия клинических исследований, и лекарства уже фактически есть? Есть лекарства, да, уже в клинике, да. Ну, я понятное дело, я не могу ничего толком рассказывать. Нет, лекарств на рынке еще нет. То есть так как все занимает 10-15 лет. А на какой стадии самое? Ну, я не могу предговорить. Нет, здесь дело в том, что область действительно... Это такая область, в которой никто не делит информацию. Если одно лекарство стоит 3 миллиарда долларов, вам никто в жизни не расскажет, что это за лекарство, на какой оно стадии. Но лекарства... Если есть в клинике, можно на это посмотреть, да. Просто неизвестно, какой был подход использован. А так у нас есть партнерство с крупными фармкомпаниями, мы с ними работаем по ряду проектов и лицензируем мы в том числе молекул, которые у нас были сгенерированы. То есть это не просто какая-то такая вот штука, которую мы погенерировали на компьютере, и очень классно. Мы действительно их отправляем в лаборатории, там или синтезируем сразу, если их нет на складе у вендоров, тестируем на хайтер-упер-скрининге, потом отправляем на дополнительную оптимизацию фармкомпании. Да, AstraZeneca, GSK и так далее, так далее. Окей, спасибо.